Добрый день, уважаемые жители и гости области творчества! В год театра мы начинаем новую рубрику. К нам будут приходить актеры, читать монологи, миниатюры, стихи. И сегодня, как мы и обещали, у нас в гостях заслуженный артист России, директор театра «Ангажемент», любимец публики Леонид Григорьевич Окунев. Я не буду мешать ему в кадре, я только пришел, чтобы его объявить и открыть рубрику, а вы останетесь один на один с нашим замечательным гостем, который, ну, в принципе, ему и карты в руки. Леонид Григорьевич, с Богом! Спасибо, Сергей Сергеевич. Я бы хотел начинать нашу встречу с рассказа, который мне очень нравится. Рассказа Сергея Сергеевича Козлова «Самый неизвестный солдат». Но предварительно я бы хотел предварить стихами Николая Зиновьева «День Победы». Воспетый и в стихах, и в пьесах, он, как отец к своим сынам уже полвека на протезах, что невесна приходит к нам, он и страшнее и прекраснее всех отмечаемых годин. Один в России этот праздник. И слава Богу, что один. Николай Зиновьев «День Победы». А сейчас рассказ «Самый неизвестный солдат». Сергей Козлов автор. Эпиграф. Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. Эпитафия на могиле неизвестного солдата. Память. Способность помнить, не забывать прошлого. Свойство души хранить, помнить, сознание о былом. Память относительно прошлого. То же, что заключение догадка и воображение относительно будущего. Толковый словарь живого великого русского языка. Даль. Я не придумал эту историю, потому что придумать ее невозможно. И я не услышал ее, потому что рассказать ее целиком было некому. Я собрал ее из частей, рассказанных различными людьми из догадок, из сотен подобных историй, из воспоминаний детства. Я видел этого человека. Каждый день с утра до заката он сидел на ящике возле Знаменского кафедриального собора и кормил голубей. Он никогда не смотрел на прохожих, а если и смотрел, то как бы сквозь. И при этом загадочно и немного печально улыбался. Я потом понял, что этой улыбкой он извинялся перед всеми, кого не помнил. Перед теми, кто не знал, что он не помнит. На нем был всегда одет один и тот же видавший виды серый пиджачок, штопанные сто лет неглаженные брюки, потертые кирзачи, и на груди нелепо грустила одинокая медалька. Такая есть у каждого ветеран. Небо открылось ярко-голубым и таким чистым, что его хотелось выпить. Из-за этой солнечной глубины до жуткой тошноты кружилась голова, и приходилось снова закрывать глаза, чтобы не засосало в небесную воронку. Жажда и тошнота плохо уживались с удивительным и прекрасным миром, который появился перед глазами, так неожиданно. Просто взялся неоткуда. До этого была бухающая в висках темнота, а до темноты не было ничего. Теперь было небо, в которое вострились темно-зеленые травинки. Звуки нового мира доносились через какую-то вату. Вата шуршала в голове сама по себе, как будто эфир в плохом радиоприемнике. И сквозь этот въедливый шум едва пробивается нужная волна. Но про радиоприемники он тоже ничего не знал. Вот про небо понял, что это небо, а трава — это трава. И понял, что кружится голова и не слушаются ее руки и ноги. Стоит только попытаться подняться. Земля, на которой он вроде бы должен лежать, стремительно отъезжает в сторону. Даже набок перевернуться невозможно. И все же он встал. Сначала на четвереньки и увидел, что земля не так прекрасна, как небо. Ее зеленая бархатистая кожа была то тут, то там разорвана глубокими воронками. На краю воронки лежала искореженная винтовка. Ее назначение сначала было ему непонятно, хотя неизвестно, откуда он знал, что вообще-то из нее положено стрелять. Даже представились фанерные темно-зеленые мишени без рук, но зато с выпиленными силуэтами голов в касках. Два таких силуэта двигались прямо на него. Сквозь тугие ватные пробки в ушах доносились незнакомые слова и смех. Мишени веселились, наверное, смеялись над сломанным оружием на краю воронки. У них, в отличие от фанерных, были руки, в которых отливали смазкой новенькие исправные автоматы. Один из автоматов коротко плюнул горстью свинца, и у его ног брызнули земляные фонтанчики. К этому времени он уже стоял, покачиваясь на ногах. «Иван, поднимай друг, ходить в плен!» смеялись мишени. Он понял, что Иваном назвали его, и даже понял, что должен поднять руки. Сейчас он был готов на все, лишь бы снова лечь на эту маслянистую землю и лежать долго-долго, пока не придет вечный сон, лишь бы только не испытывать этой жуткой боли в голове и не пытаться ни о чем думать. Да и мысли-то получалось только какими-то простыми, понятными категориями, которые крутились в оглушительном сознании сами по себе, независимо от усилий его воли. Небо голубое, земля сырая, винтовка сломанная, и никаких привязок ни к местности, ни к прошлому, ни к будущему, никаких толчков, кроме тех, которые периодически ударяют в спину. Это два солдата, говорящие на грубом, каркающем языке, ведут его куда-то, постоянно поторапливают и смеются. Его вывели на дорогу. Там на обочине сидели люди в такой же, как у него, одежды. Некоторые были в крови. Они разговаривали между собой, как бы полуслова, приглушенно, но их речь он понимал без труда. Правда, не всегда мог расслышать. Лично к нему никто не обращался. Еще была собака, которая беспрестанно лаяла, и от хрипкого ее лая пробки в ушах давили внутрь, хотела зажмуриться, засунуть голову в прохладную землю, где пусть и нет сладковатого майского воздуха, но зато темно и покойно. Уже на третий день в лагере к нему перестали приставать с расспросами, кто он и откуда. прозвали контуженным, а по имени звали, как и немцы, Иваном. Только один человек, который по ночам лежал рядом, продолжал с ним разговаривать. Неужто ты вообще ничего не помнишь? М-м-м-м-ма-а-а! Сам не знал Иван. Му-да-му. Учиться говорить надо. Тоже мне. Герасим. М-м-ма-а-а! Не соглашался Иван. Иван? А может, ты и не Иван? М-м-м-ма-а-а! Ты бы попробовал хотя бы мама сказать. Значение этого слова было Ивану понятно, и при определенном старании ему удалось бы его выговорить, но для него лично оно ничего не значило. Да и разговоры с соседом для него ничего не значили. Он уже на следующий день этого разговора не помнил, да и весь прошедший день не помнил. Только какие-то размытые пятна. Наверное, поэтому он меньше других чувствовал усталость и напряжение ежедневного изнуряющего труда. Сон проваливался, как в черную бездну, из которой каждое утро, новое утро, рождался все тем же, но совершенно новым человеком. Даже немцы привыкли к тому, что каждый день Ивану нужно было вдалбливать, как и по какому маршруту он должен катить тачку с землей. Его перестали бить, потому как, усвоивши задачу, работал он подобно исправному, обильно смазанному механизму и не знал усталости. Часовые только посмеивались, год, 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 Иван, надо каждому русскому такую контузию сделать, как прививку. Хорошо ему. Он даже не понимает, где он и что делает, говорили иногда те, кто работал рядом с ним. Но никто по-настоящему ему не завидовал. Только спорили иногда в бараке, вспомнит он когда-нибудь или нет. А вновь прибывшие не верили, думали, придуряется. Может, он большой командир, щавелся один. Так ему проще скрываться. Да плехня! Возвращали старожилы. Да какая от этого разница? Он теперь даже над своей головой не командир. Не болтай. Он все понимает, просто не помнит. Точно, точно. Я вот его спрашивал. Небо голубое? Он кивает. Я думаю, сейчас подковыркась прошу. Трава синяя? Он головой качает. Нет, мол. Я его спрашиваю. Птица летает, кивает, соглашается. Я опять испытываю. Вода сухая? Так он тоже засмеялся. Загукал как-то по-своему. Да так на меня посмотрел. Вроде сам ты дурак. Может, если выживет после войны и найдет кого? Или врачи чего-нибудь покумекают? Победить бы еще. Немцы-то до Москвы за три месяца дошли. А сколько наши обратно топать будут? Да уж, пока мы тут прохлаждаемся. Через некоторое время, цены которого Иван не знал, всех пленных, кто мог работать и на тот момент не болел, погрузили в товарные вагоны и повезли на запад. Между западом и востоком он тоже не понимал разницы. И каменный барак, сменивший деревянный, легко стал для него новым домом. Он не почувствовал отличия между тачкой с песком и тяжелыми деталями, которые пришлось таскать. Здесь он не обратил внимания на то, что люди в полосатом трепье вокруг стало как-то больше. И все они говорили на разных языках. Но кое-что уже начал запоминать. Например, он точно знал, что после пробуждения надо работать, что нельзя подходить к забору и к некоторым зданиям, что на руке у него теперь есть номер. За два с половиной года он выучил и научился более-менее связно произносить несколько слов. Арбайтен, Баланда, русский, мама, Ваня, наши летят. Потом в лагерь пришли солдаты в другой форме. Они тоже говорили на непонятном языке, но даже Иван понял, что язык этот мягче и не такой каркающий. Эти солдаты не заставляли полосатых работать, хотя тоже делили на группы, а если и приказывали что-то, то очень вежливо, как будто у них в руках не было оружия, главного аргумента в общении между людьми в форме и безоружными. По этому поводу Иван вдруг и очень больно вспомнил искорюженную винтовку на крае воронки и синее небо 42-го года. Даже голова закружилась до синей боли в глазах, но другие дни так и не прорезались. И он не смог оценить подарка раненой памяти. Более того, стал бояться повторения такой боли. Через несколько дней американцы погрузили всех русских на автомобили и куда-то повезли. Оказалось, в другой лагере, где бывших военнопленных встречали смерцовцы и целый полк НКВД. Все это делалось в стропях, в суете, и поэтому рядом с Иваном не случилось никого, кто мог бы объяснить или сказать, что с ним произошло. Про него просто забыли, да и впору было о себе подумать, и никто не мог объяснить дотошному капитану в очках, что у Ивана смертельно ранена память. А тот почему-то злился, смотрел из-под лобья. Презрительно, даже злобная фамилия. Че, язык проглотил? У нас с ним их на фронт не отправляли, так что кончай ломать комедию. У нас с предателями разговор короткое имя. Ваня, полное имя. Ваня, национальность. Ру-пи-звание. Опять мочишь. Как попал в плен? Арбайтен, ты мне это брусь. Вот тут несколько тысяч. Мне некогда с каждым разучивать. Слова врачей с нами тоже нет. Наши летят. А чьи это ваши? Прищурился капитан. Мама! Вспомнил еще одно слово Иван и горько вздохнул. Он не знал, зачем задает ему все эти вопросы сухощавый капитан с колючим взглядом и тем более не знал на них ответов. А на следующий день он не помнил и самого капитана, и тем более он никогда не узнал, как просто решилась его судьба. Дотошный капитан доложил о нем уставшему седому майору, у которого давно уже мельтешило в глазах от списков бывших военнопленных. Единственное, что последнее время не вызывало у майора раздражение и сквернословие, это образ жены, сына и дома, которых за последние три года он видел только два раза. «Товарищ майор, про этого со странностями проверяемые Волохов и Фоменко сообщили, что с тех пор, как его знают, у него абсолютно нет памяти. Только фрагментарная. У него даже фамилии нет, только номер на руке. За все время в лагере выучил несколько слов, работать может». Капитан выдержал многозначительную паузу, но майор никак не реагировал. С отсутствующим видом рассматривал какие-то бумаги на столе. «Но все это подозрительно, товарищ майор. Говорят, что он даже прошедшего дня не помнит. Проверять надо. Вот врачей бы отправь куда следует, там и проверят». Куда следует. Было понятно, как родной советский лагерь в Сибири, где изменники родины и другие предатели валили лес для восстановления народного хозяйства. Проверяли Ваню добросовестным трудом в течение еще пяти лет. За это время он научился говорить еще несколько слов. «Кум», «сука», «зона», «зэка», «нары», «дай», «возьми», «буду», «не буду», «понял». И даже дюжину связанных фраз. Он, кроме того, запомнил несколько дней, правда, без усилий, случайно. На него быстро перестали обращать внимание и охранники, и зэки. Урки, правда, любили подшучивать над Иваном, но сравнительно безобидно. Иван, не помнящий родства, начинал кто-нибудь. «Да он не только родства, он даже не помнит, ходил ли он до параши». «Интересно, а он, баб, не помнит?» «Не-е-е, он не помнит, что с ними делают?» Обычной шуткой было разбудить Ивана за час-два до подъема, когда уже светало, и произнести слово «Работать». Он, не обращая внимания на спящую братью, собирался, умывался, шел к воротам, из которых бригады уходили на деляны. Часовые даже не пытались его отгонять, потому что проще его было пристрелить. Он стоял эти два часа, глядя в одну точку на створках ворот, ожидая, когда они откроются. Уркам было смешно, а Ивану все равно времени для него не было. Другое дело было перепоручить Ивану свою работу. Он безропотно выполнял свою норму, да еще успевал помочь двум-трем товарищам, потому как приказы любого человека он выполнял беспрекословно. На него даже делали ставки, сколько он выработает за день. Многие бригады хотели заполучить беспамятного. Проражало зэков то, что он абсолютно не помнил зла. А вот добрые поступки по отношению к нему вроде как начал запоминать. К примеру, один из зэков выдолкнул его из-под падающего ствола. Иван потом ходил за ним несколько дней, улыбался и готов был выполнять за него любую работу, потому как по-другому отблагодарить не мог. Значит, запомнил. Были и другие случаи. Лагерное начальство для правильного ведения документации вынуждено было подобрать ему соответствующую фамилию. Не помнящий. Разумеется, никакие проверки ничего не дали. Но останавливать запущенную машину правосудия все равно, что самому ложится под паровоз. В один из одинаковых лагерных дней Ваню вызвал к себе начальник, подполковник, с ярко выраженным чувством справедливости. Ваня долго рассматривал его на чищенные до звездного блеска сапоги, сидя на прикрученном полутабурете. А подполковник, между тем, чинно выхаживал вокруг него, излагая преамбулу к основному тексту разговора, которое заключалось в тезисном изложении системы ценностей правосудия в государстве победившего пролетариата. Но минут через двадцать разговор пошел о главном. Я тебе, Иван, честно скажу, мы ничего не нашли, ни за, ни против. Но сам понимаешь, если понимаешь, конечно, в плену-то ты был, а как ты туда попал? Может, сдался? Хотя, конечно, больше похоже, что тебя хорошенько контузило. У вас вот десятки, сотни, тысячи, миллионы. Нам работа. И главное, а где ж твоя красноармейская книжка? Мы даже не можем установить часть, в которой ты служил. У любого следователя возникнет подозрение, что ты выкинул ее перед сдачей в плен. А может, ты даже офицер? Коммунист? За это сам понимаешь. Но, учитывая твой добросовестный труд и примерное поведение, думаю, проблем с освобождением у тебя не будет. А пока что придется пожить здесь. Ну, согласился Иван, потому что другой жизни себе и не представлял. Точно так же, как не было причин исправлять Ивана, не помнящего в ГУЛАГе, так и не нашлось причин задержать его после истечения неизвестно кем отмеренного срока. До ворот группу освобождаемых провожал все тот же подполковник. Но сделал он такое исключение только ради Ивана, перед которым почему-то чувствовал себя виноватым. Обычно же он ограничивался кратким назидательным напутствием в своем кабинете, которое заканчивалось выдачей справки об освобождении. В это утро он прошел бок о бок с Иваном, который замыкал группу и говорил не на казенном, а на сносном бытовом русском языке. Ты, это, Иван, езжай со всеми, езжай по городам, сходи на станциях, вдруг что-нибудь вспомнишь. А если вспомнишь, напиши подполковнику Корнаухову. Ух, ты, ешкин перец, ты все равно не запомнишь. Я тебе в каждый карман по справке положил. Там написано, что ты не только отбывал срок, но и воевал, был в немецком лагере. Все же из Бухенвальда привезли. Вдруг остановил непомнищего, посмотрел на него внимательно. Лицо подполковника озарила догадка. Справку показывай везде, куда бы ни пришел, понял? Понял? Это приказ, понял? Понял, пообещал Иван. Ну, вот то-то. Там и доктор приписку сделал про амнезию твою. Русские люди сердобольные, по крайней мере, без куска хлеба не останешься. Русские, кивнул Иван. Он улыбался подполковнику своей проникновенной улыбкой, на какую только был способен. Казалось, он все понимал и запомнил. Про крайней мере, глядя на его улыбку, в это верилось. Так это или не так, но Иван нутром чувствовал, что обычно суровый, въедлый блюститель всех мельчайших буквок закона и всех уставов, переживший на своем посту всех вышестоящих начальников, глянцевой выправки подполковник делает ему добро. А делал он это для такой категории людей нечасто. Может, ты работу найдешь. Тебя вон не согнуло, а наоборот распрямило. После немецкого-то лагеря доходягой был. Арбайтен, вспомнил Иван. Ну, давай, давай, давай. Шагай до станции. До станции километров семь еще будет. Еще долго полковник, два автоматчика и собака смотрели ему вслед. Он так и шел замыкающим. В отличие от всех остальных, не разговаривал, не крутил головой по сторонам, не размахивал свободно от чемодана рукой. Чемодан ему собрали зэки всех профит. Он шел сосредоточенно, выполняя последний приказ последнего своего начальника. Я видел этого человека. Каждый день с утра до заката он сидел на ящике возле Знаменского собора и кормил голубей. Он никогда, никогда не смотрел на прохожих. А если и смотрел, то как бы сквозь. И при этом загадочно. Немного печально улыбался. Я потом понял, что этой улыбкой он извинялся перед всеми, кого не помнил. Перед теми, кто не знал, что он не помнит. На нем всегда был одет один и тот же видавший виды серый пиджачок, штопанные сто лет неглаженные брюки, потертые кирзачи. А на груди нелепо грустила одинокая медалька. Такая есть у каждого ветерана. Только у этой была особенная история. 9 мая 1975 года Иван Неподнящий, как обычно, сидел у ворот Знаменского собора и смотрел на голубей. В этот день к храму шли не только прихожане, но и многие ветераны. Ваня улыбался им особенно, потому что многие подходили к нему и не только бросали монетки, но и поздравляли, жали руку. Стараниями прихожан об Иване Непомнящем знали многие. Знали, по крайней мере, содержание справок заботливого подполковника Корноухова. Одна семейная пара задержалась рядом с ним дольше других. Седой ветеран с целым иконостасом на груди внимательно рассматривал искренне улыбающегося Ивана. Женщина, державшая его под локоть, терпеливо ждала, переминаясь с ноги на ногу. — Саня, Востников узнал? — спросил ветеран. — Я, Олег Липунов, помнишь? — Ну, под Харьковом, май сорок второго, юго-западный. — Ну, Ваня! — поправил его Непомнящий. — Как? Как, Ваня? — Один в один с Аней Востников. — Ты, наверное, обознался? — потянула Липунова за локоть жена. — Да не может быть, такое не забывается. Мы вместе из окружения пробивались. Неудачно тогда с Харьковом получилось. Тимошенко этот. Мы с Аней погибшим считали. Я сам видел, как за его спиной мина ухнула. — Наши летят! — продолжал улыбаться Иван. — Да просто похож человек. Он же тебе говорит, что его зовут Иван. У жены, похоже, кончилось терпение. Она почему-то с опаской смотрела по сторонам, оглядевшись, добавила в полголоса. — Каждый год ты в День Победы ходишь в церковь. И не боишься, что тебя по партийной линии замечания сделают. Ладно, в районе, а тут в областном центре. Вместо банкета в областполкоме. Могли бы завтра. — Чего завтра? Я старшине Голубцову поклялся. Он на руках моих умер. Каждый год молебен. Плевать мне на все эти линии. Так от души резонул, что жена с лица сошла и потупилась. Даже Ваня на минутку перестал улыбаться. — Прости, столько лет уже прошло. Ты действительно мог ошибиться. Жена отступила чуть в сторону. В этой памяти нет сроков. Попал в самую точку Липунов. И снова стал внимательно смотреть в глаза Ивана Непомнящего. Ей-богу! Ей-богу! Глаза-то его! Вроде он с Рязанщины был. Чего только в Сибири теперь побирается русский солдат. — Ру-ру-с-ки! — согласился Иван и снова заулыбался. У Липунова сама собой навернулась слеза. Единым рывком он снял со своей груди медаль и, подтянув к себе несопротивлявшегося Ивана, прицепил награду клацкану его пиджака. — Пасти вас, Бог! — произнес Иван, слегка поклонившись. Медаль свякнула, Липунов скрипнул зубами. — Не так, солдат, не так! — Лужу трудовому народу! Из какого-то провала памяти всплыл этот довоенный уставной ответ. Иван продолжал улыбаться, но на глазах у него, как и у Липунова, выступили слезы. Ему показалось, что он вспомнил что-то самое важное, но никак не мог объяснить это, объяснить самому себе, потому что все его ограниченное одним днем памяти сознание переполнилось чувством удивительного братства, которое исходило от человека по фамилии Напунов. — Зачем ты, Олег? Может, это все-таки не тот? Может, он и не воевал вовсе? Откуда-то из другого мира высказалась жена. — Ваня-то наш! И шо как воевал? И в плену немчуры был? Настрадался? Не видно разве? Так коротко разъяснила все маленькая старушка из тех, кто ежедневно ходит в церковь и заботливо следят за чистотой и порядком. — Памяти у него нет совсем. Муж и врачами выводили, и молились. Видать, промысел Божий на нем такой. — А вы никак признали его? — Да вот мужу показалось. — Моего друга Александр Восликов звали. Не поворачивая головы, сообщил Липунов. — А-а-а! — потянула старушка. — А у нашего справки есть. Иваном непомнящим записан. А вот наград у него и нет. — Теперь уж почитаю каждого, кто и один день на войне был, есть награду. А у нашего вани нет. — Есть! — твердо ответил Липунов. — Есть! — улыбался сквозь слезы Иван. — Ты правда ничего не помнишь? — не унимался ветеран. — Правда, правда, он даже вчерашнего дня не вспомнит. Только самую малость. — Я за тебя помнить буду, — пообещал Липунов. — Дай бог, дай бог вам здоровья! — перекрестилась старушка и шепотом добавила. Слез-то его никто не видел ранее. — Наши летят! — слезящимися глазами Иван непомнящий следил, заподнявшийся над колокольней стаей голубей. — Я видел этого человека много раз, но так ничего и не узнал о нем. — Теперь я уже не помню, сколько лет он кормил голубей у ворот храма. Вокруг было столько главного, важного, что в суете, в суете устремлений к этим важностям, я не заметил, когда и куда он исчез. И теперь, спустя несколько лет, я могу вспомнить только одинокую медальку и улыбку, и взгляд. Взгляд, в котором только сегодня я разглядел действительное главное — память. Вот такой рассказ. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...